подробнее итог про цоколь предыдущих видео рассказывал как и что начинал в общем смысл такой здесь стоят винтовые сваи металлические и по низу поэтому делали варили профиль 25 на 50 чтобы он вышел как раз вот в уровень примерно бруса но если под свои бы не пошли то прям вот идеально было бы а так в общем-то кое-где кое-как то что-то поджимали подгоняли но в общем то вышло вот ровненько особо завалов не видно но иначе тут уже совсем ничего не придумаешь и никак не сделаешь ну в общем то нормально получилось соответственно приварили профиль запахнули туда и по по ску сотку пропенили ну без фанатизма пена нам здесь нужна только для того чтобы поддержался особо щели запенивать но тут тоже смысла нету потому что это баня а не жилой как бы зимний дом поэтому лишнее если там где-то будут немножко проветривание она лучше и плюс у нас еще решетки по диагональным углам четыре штуки то же самое чтобы подпольное пространство там все очень хорошо проветривалась запнули ппс-ку поставили сайдинг ну начинаем с углов угол поставили и пошли вправо дрын-дын-дын подрезали понизу вон обрезки все ну как бы тут уже вариантов других просто нет потому что но обычно когда как бы проект делают то рассчитывают под материал то есть чтобы был минимум какой-то обрезков или обрезков не было вообще что касаемо по высоте то есть если бы у нас вот нижний брус и длина сваи была бы выведена на высоту цокольной панели то естественно тут никаких обрезков бы не было и просто у нас бы сам цоколь был бы выше но зато вот как бы вот кучка и вон кучка то есть это деньги которые просто выброшены и соответственно прошли до угла дошли угол поставили и пошли ту сторону и так вот закольцевали потом накинули углы и сверху поставили отливы небольшой отливчик потому что все равно вот цокольный сайдинг сверху надо чем-то закрывать иначе там ну очень некрасиво если бы он куда-то вот так бы подошел тогда бы да там отлив был не нужен а здесь отлив явно нужен ну во первых и лишняя вода при косом дожде будет сюда отсекаться а не под сайдинг туда затекать ну и визуально как бы тоже так вот она закрылась и все и потом уже ставим вот эти вот решетки продухи по-разному все называют вот у нас их четыре штуки чтобы все хорошо продувалась в общем то тоже прям сам сайдинг пропиливаем болгаркой отхлопываем и потом ну можно ножом большим можно ножовкой мелкозубый кому как удобно но ножовку чтобы зашла все равно надо ножом прорезать хотя бы чуть-чуть чтобы ее туда вот запиндюрить и потом выпиливаем и нормально она прям вываливается и нож обычный такой вот типа канцелярского раздвижной только лучше брать широкий потому что узкий он совсем сопливый и когда толстые ппсом режешь он гнется и ломается это ну и травма опасно и неудобно караул а вот широкий он довольно таки жесткий и вот сотку и ппс он режет прямо на ура ну и вот в общем то все так вот закончен цоколь ну как то так